всем привет с вами Ритка Барбитка и сегодня я с моим папой будем играть в игру Monopoly Super Manager очень интересная игра, правила здесь очень простые, они уже тут и простые, а игра вот у тебя самодельная правильно? да, игра у нас самодельная самодельная, а где ты взяла вот эту игру? ее папа сделал, мой папа ее сделал, когда он еще был маленький когда ему было столько лет, сколько тебе сейчас? вот да, и он сделал эту игру и сейчас мне уже 8 лет и мы будем играть с моим папой в эту игру да, а про историю создания вот этой игры, тогда постоянно была реклама по телевизору и игры Monopoly я очень хотел, чтобы у меня была такая игра, но как-то не получалось нам ее купить потом я эту игру увидел у своих друзей и она мне вообще, ну, был разочарован, да, она была настолько примитивная, что у нее просто неинтересно было играть просто надо было ходить по кругу, по кругу попадали какие-то площадки, где давали деньги и потом в зависимости от того, сколько тебе везет попасть на эту площадку, чтобы взять деньги, ты мог там покупать что-то или не мог покупать то есть интереса в игре не было, это просто был обыкновенный случай а хотелось игру, в которой была бы настоящая динамика, как в жизни, чтобы можно было применять свои какие-то знания, какие-то способы, зарабатывать деньги и чтобы была свобода в этой игре, не просто ходить по кругу, а иметь возможность постоянно развиваться и создавать свою... ходить в разные стороны да, и самое главное создать монополию, то есть создать кучу, множество предприятий, которые будут приносить прибыль и в этой игре можно ходить не как в обычной монополии, только вперед, здесь можно ходить в любую сторону и куда ходить да, вот особенностью этой игры есть то, что она начинается из двух полей ну, вот такая заставка сначала вот такое маленькое поле да, сейчас, 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 моему поколению хорошо знакомы вот это, эти фантики от жвачки Турбо вот она, что-то попадает сейчас Турбо, была такие жвачки вот, жвачки, да вот такие так, значит, дальше игра, особенность ее в том, что она начинается, играется на двух полях начинается сначала с вот такой маленькой, вообще некрасивой карты, которая называется крысиные гонки вот, крысиные гонки почему крысиные гонки? потому что здесь фактически возможности заработать не на чем здесь с ним есть казино, где можно поднять деньги здесь есть, допустим, штрафы суть вот этого поля, для того, чтобы получить паспорт и попасть на биржу и переехать на следующий этап где уже можно, соответственно да, большая карта где можно развивать свое, какой-то там бизнес, предприятие и строить свою монополию здесь особенностью вот этой игры является именно то, что как таковых вот в особенности этой игры является то, что фактически правил в этой игре фактически не существует то есть каждое правило, это получается одновременно игроки этой же игры они становятся как бы парламентом вот этой страны которые принимают правила и законы по которым будет играться вот эта игра значит, для этого нужно их согласовать чтобы все играли в одинаковых условиях здесь довольно-таки интересно развивается весь сам сюжет и сама игра начинается с того, что мы начинаем где начальные фишки сейчас, сейчас давайте мы сначала вздем на Павла, а потом мы будем а где начальные фишки? а верблюды, да? верблюдики где? потеряли, потерялися а вот верблюдики игра начинается с того, что сначала выбирается игру начинается вот на таких верблюдах мы их называем верблюдами то есть вот такая просто фишечка фишечка, да потом в процессе игры если заработать деньги то можно купить себе уже машину автомобиль здесь он продается на рынке но особенностью, да, является не то, что можно купить грузовой автомобиль а можно купить и легковой а где все автомобильчики? вот, у нас здесь целый парк автомобилей 4 автомобиля здесь можно купить мне кажется, эти грузовые дешевле чем да, грузовой дешевле а легковой, естественно, дороже суть, разницы между ними нет ни в чем тут просто суть, как сказать в чем? ну, в общем суть в том, что можно да, что если ты успешный предприниматель бизнесмен то ты ездишь уже на легковой машине а не на такой вот хлебном да, хлебном автомобиле так, пересаживаемся с верблюда и еще одна особенность которая в этой игре здесь нет правила куда нужно ходить то есть все равно куда ехать можно ехать вперед можно ехать назад можно ехать вверх, вниз то есть в любом направлении то есть можно идти из этой стороны приехать сюда потом если выпадет та же самая цифра можно уехать себе на рынок обратно то есть ехать в любом направлении куда удобно ехать это соответствует соответствует правилам как в жизни то есть в жизни ну давайте мы уже перейдем к паузе и потом будем играть потому что когда мы рассказываем это немного скучно мы сначала об общих особенностях значит сама игра делится на вот такую более интенсивную зону розыгрыша и заработка и на такую промышленную зону где просто уже скупаются филиалы когда много денег здесь есть бесконечное количество да, денежки тут вот такие в кассе лежат сразу определяется в начале игры банкир кто будет играть в роли банкира я буду играть в роли банкира где-то здесь еще были акции где где акции где-то там уже нет уже тут все непонятно что тут делается значит в самой игре бесконечно да, бесконечно вот в самой игре можно выпускать к примеру акции вот они их можно разместить в банке в банке можно хранить депозиты депозиты можно получать от них проценты то есть в общем развивающем плане это игра бесконечно полезная для игры именно с детьми потому что детям вы объясняете многие такие на простой игре что такое депозит что такое банк что такое акции что такое филиалы что такое предприятие и вот здесь у нас есть одни вот такие картинки это фирмы это фирмы они у нас называются значит на фирме предприниматель сам получает деньги он приходит сюда если он становится на свою же фирму здесь он получает прибыль вот этой фирмы если же он покупает предприятие то здесь нужно выстроить еще филиалы этого предприятия а еще здесь есть такая фишка что когда кто-то другой станет на твое поле он должен заплатить тебе деньги да вот значит начинается все с того что можно просто стать на какое-то если соответственно есть деньги можно стать например на какую-то фирму вот и можно купить землю можно просто ее приобрести саму землю без приобретения если не хватает просто денег вот идешь купил землю то есть земля приватизирована но само предприятие еще не куплено дохода оно не приносит если же потом заплатить стоимость ну вот пример вот за Саню здесь нужно заплатить 1 миллион то потом если ехать на машине и случайно приехать сюда то с него можно взять себе доход 500 тысяч дохода вот таким образом здесь получается доходы от фирм а вот предприятие происходит немного по другой схеме здесь нужно выкупить сам землю выкупить сами все филиалы и тогда это предприятие должно приносить тоже прибыль таких филиалов здесь как видите одинаковым цветом обозначено несколько поэтому для монополий нужно скупить все фактически конца у этой игры можно сказать нету она просто заканчивается уже в какой-то период когда наигрались скажем так и победитель определяется тем сколько у кого к концу игры накопилось фондов и финансовых средств а еще когда ты встаешь например можешь встать сюда ты 3 раза кидаешь кубик и здесь нарисовано какое-то число и здесь например пройдите на три шага вперед да вот эти тут ну тут бесконечное количество опций здесь есть к примеру казино можно сходить в казино очень велика вероятность проиграть большую сумму денег то есть это без проблем условия игры опять же повторюсь что оговаривается в начале в самом игре здесь есть полиция если нету паспорта то попадаешь в полицию и здесь будешь сидеть до тех пор пока не купишь паспорт для того чтобы купить паспорт нужно снова сходить на вот то поле паспорт вот там продается довольно таки сложно туда сходить а потом вернуться поэтому это поле называется крысин гонки и здесь крысин гонках вот здесь просто можно нету здесь постройки никаких предприятий здесь только человек может потратить деньги покупая всякие там музыку телевизор там какой-то торт красивый часы дорогие ну и все остальное вот такая ещё здесь есть тетрадка здесь можно записывать кто играет и потом всякие банки ведет бухгалтерский учет он записывает все долги кстати здесь можно также где-то у нас были заготовки здесь есть где-то заготовки у нас здесь можно выписывать векселя например можно вексель если нету денег т.е. или чек здесь такие заготовочки выписать чек, и соответственно по этим деньгам, то есть по долговой обязательности, обязательству получить деньги для оплаты, и вот такая у нас бесконечно интересная игра, ну мы приступаем к игре, давайте мы сейчас идем на паузу, а потом сейчас все равно, если у нас в процессе появятся интересные еще какие-то материалы, то мы вернемся и их дополнительно озвучим. Обычно, когда мы приступаем к этой игре, то игра, как любая игра для детей, она обучающая, и здесь всегда именно ребенок выступает в роли банкира, и если в школьной программе ему трудно оперировать цифрами там в районе десятка или сотни, то здесь ему приходится уже оперировать с миллионами, и вот в игровой форме удивительный такой момент, что ребенок настолько быстро усваивает такие вот значительные суммы с множественными, с огромным количеством нулей, и быстро усваивает и быстро ориентируется в таких суммах, как 5 миллионов, например, 500 тысяч, 100 тысяч. Это очень быстро и наглядно обучающая такая программа. Вот паспорта, кстати, у нас есть. Вот такие вот у нас паспорта. Такая у тебя фишка. Да, и без паспорта здесь нельзя передвигаться. В случае, если полиции заберут паспорт, то все транзакции, которые можно сделать в игре, они прекращаются до тех пор, да, пока не вернуть паспорт обратно. Вот, с такой желтой, с коричневым и зеленым. Да, там нарисованы такие человечки. Например, при покупке, вот, к примеру, вот паспорт на зеленого человечка. Если при покупке, например, вот зеленого паспорта, у нас есть вот такие, где-то был, а вот, у нас есть вот такие работнички. То есть, если мы будем покупать филиал, например, мы купили один филиал, вот, значит, мы на этот филиальчик ставим, подожди, вот такого сотрудника, вот у нас такой красивый сотрудник, мы ставим, значит, это уже, он работает на первом филиале. Если мы купим второй филиал, то нам нужно поставить второго работника. У нас уже два работника здесь есть. По правилам игры, покупать одновременно, даже если есть у вас деньги, одновременно скупить все филиалы невозможно. Можно только прийти, например, три раза и три раза построить все филиалы. Если выстроены все филиалы, вот, как в этом уже случае, например, то мы можем тогда уже здесь, а где мы купить можем себе вывеску. И если мы купим сюда вывеску, то после этого это предприятие уже начнет приносить прибыль. Вот, в данном случае, это у нас получается предприятие Монтана у нас называется, с доходом в 2 миллиона, чего у нас тут, деньги как, ну, долларов у нас тут, доллары будут, 2 миллиона долларов. И так, сейчас первый ход я должна кинуть кубик и походить столько же раз. Вот моя красная пифишка, а вот тут кнопка. Так. Три, значит, я должна раз, два, три. Я сразу даю себе паспорт. И покупаешь паспорт. А сколько он стоит? Паспорт стоит, вот. Пропуск, ключ, 10 тысяч. Так, где паспорт? 10 тысяч. 10 тысяч. Поскольку я красная, я даю себе красный паспорт. Так, и 10 тысяч в банк. И 10 тысяч в банк. Все, полный банк. Идет мой папа. Так, дальше мы ходим. Тоже три. Тоже три. Раз, два, три. Я иду вот сюда. Здесь, говорю, вернуться назад. Иду назад. Дальше я. Вот мы уже вышли наконец-то из кресиных гонок и перешли на большую карту. И здесь начинается особенно... Здесь начинается большой бизнес. Вот у нас уже есть по два паспорта. А особенностью этой игры, как я уже сказал, есть договоренность. Вот, например, один из... Именно в бизнесе надо регулярно совершать какие-то договора. Вот мы здесь будем договариваться. То есть, в игре играем одной фишкой или двумя. В игре разрешается, например, использовать одновременно две фишки. Ну, к примеру, это выглядит следующим образом. Вот, то есть, у нас есть два персонажа. Скажем так... Но у нас их пока нет. Это собственная фишка и доверенное лицо, скажем так. Как это выглядит в игре? Есть магазин, мне хочется купить кофелёк. К примеру, как это выглядит на самом деле в игре. Вот, к примеру, мы... Есть два. Мы бросаем... Вот ход у нас. И мы можем пойти или одной, или другой. То есть, одновременно... Ну, получается, вот, к примеру, вот так. Если мы следующий ход уже будем делать... Вот один. Мы можем ходить или этой, или этой. Также игра позволяет играть и на два кубика. То есть, одновременно для каждого персонажа что-то приблизительно напоминает свободу выбора, как играется в нардах. То есть, она не привязана к какому-то направлению, к чему-то. А здесь, как в нардах, можно договориться, что играем на два кубика и каждый персонаж, ну, или каждая своя фишка может ходить по отдельности в любом направлении. Так, просто игра становится быстрее и динамичнее, чем ходить долгое время по кругу и выцеливая к тому времени, когда попадётся какой-то определённый сектор и только в этом секторе можно совершить какое-то действие. А здесь мы имеем ту свободу, которая у нас определённо есть приблизительно в жизни. Вот такая у нас уникальная игра Монополия, Суперменеджер с чем мы и хотели с вами поделиться на нашем канале. Нельзя было такую игру пропустить, чтобы не снять о ней такое интересное видео. Здесь, например, вот даже деньги, вот здесь есть, здесь не видно, а вот на деньгах когда-то было задумано, вот даже водяные знаки сзади нарисованы. Вот, это перебитая монетка. Вот такое, то есть водяные знаки. Здесь можно пользоваться даже фальшивыми деньгами, то есть бесконечное количество опций, которые здесь можно задействовать и бесконечное количество вариантов, которые можно сами в этой игре себе придумать. А с вами был Макс Селлер и Ритка Барабитка на канале FunnyMashroomSchool. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Спасибо.